Ну, по идее, пишет, хер он знает. Короче, пацаны, девчонки, я не знаю, пишет он, не пишет. Ну, ладно, будем думать, что пишет. Всем привет, у меня добрый вечер уже, у вас не знаю там что. Вот такая незадача. Допустим, если вы снимаете на наши вот эти мобильные телефоны, ну, смартфоны вот такого типа, есть там вот такая функция автоповорот. Все это знают. Вот, ладно, сделаю себе чуть больше, чтобы вы меня видели. Типа того. Вот, все снимают на эти телефоны, и здесь есть такая хрень под названием отключить автоповорот. Вот он. Но, вот эта наша точка. Но не всегда удобно это делать, по многим причинам. У меня, короче, часто, а сейчас в последнее время, ой, очень много снимаю именно на мобилу, оценил. Очень часто мы видим, вот такая вот фигня происходит сейчас. Я тут уже вам не нужен почти, что там. Голоса достаточно, вот так, чтобы что-то шевелилось в кадре. Когда мы сняли материал, приходим и вот видим вот такую вот историю. Вот такая вот она приблизительно. Вот. Причем, когда мы ее воспроизводим в чем-то, допустим, в мультимедиа, вот она переворачивается, но она здесь не сохраняется. Есть способы, конечно, есть программы, есть там, опять же, вот этот Велосимедиа тоже переворачивает, но не сохраняет. Есть тысячи роликов на этот счет, причем толковых, но коротких и молчащих. Меня это добивает. Ну, возьми, открой свой рот, скажи по-человечески, потому что вот я, допустим, баран. И таких баранов большинство. Как вот с этим бороться? То есть я снял правильно, но когда обычно вот снимаешь на телефон вот в таком положении, вот допустим, вот так снимаешь, правильная ориентация, все хорошо. Вот так перевернул, ну, еще полбеды. А бывает вот этот акселерометр их там, так называемый, да? Вот когда ты снимаешь сверху вниз, телефон не соображает. Так надо снимать, так надо снимать. И он начинает крутить эту картинку, как в блоке на моем коте бегать. Вот, поэтому, когда ты получаешь этот материал, каким образом я узнаю об этом? Я работаю в Вегасе. То есть я не агитирую никого работать в Вегасе. Ну, так исторически сложилось. Если я беру вот этот первоисточник, скажем, да, вот такой, как он есть, и фигачу его на таймлайн, то вот что я получаю. Вот в Вегасе вы умрете. Вот если кто-то знает, если очень кто-то умный, сделайте меня умным. Но с дорожками этими там, с панкропами. Вот 15-й Вегас этот стоит хваленый там, недодроченный еще там его и делать, и делать. Ну, вот Сан Вегас не хочет делать секвены, ну, вот у нее такая. Но по интуитивному меню она, я считаю, одна из лучших программ. Как для монтажа. Для композинга, конечно, стоит в сторонке, нервно курит бомбок. Может, когда-то сделают вот эти немцы, которые ее выкупили. Ладно. Теперь смотрите. Я пытался есть такие очень тугодумные программы, где это все, короче, умрешь ждать. Перекодируют они в какой-то формат, который говно. Я все-таки остановился на варианте под названием Premiere Pro. Да, я знаю, что многие любят его очень, многие не любят. Но я его использую, надо отдать должное. В этой программе мне нравятся две вещи. Это цветокоррекция, это безумно пласт, большой плюс. И вот вопросы, связанные с разного рода бидеэффектами, в том числе rotation, то есть повороты. Потому что в этой программе есть то, что называется секвенция, то есть поле, которое ты можешь форматировать, создавать, и на этом поле делать, что хочешь. Sony Vegas, я не знаю, что они там себе думают, хрен с ними. Короче, я не буду рассказывать, где это скачать, что скачать. Я просто говорю, как я это делаю. Я знаю, что это я делаю несовершенно. Я знаю, что это я делаю тупо. Потому что я еще раз повторю, я в премьере про бараны. Я в нем вообще не работаю. То есть крайне редко. Но всего начинается родина, чтобы вот для таких тупых, как я, все было понятно. Прежде всего, я сейчас хочу, да, вот я уберу проект этот, который я раньше создал, потому что он начнет его прописывать, что ли. Вот, поэтому поехали сначала, как говорится. Вообще, как научиться коротко снимать, я не знаю. У меня пиздельная железа развита. Так, ну, New Project или новый проект у вас там будет написано. Вот здесь вы можете там написать что угодно. Ну, допустим, я пришел, там, перевертыш, перевертыш. И там идет этот самый, как его там, ролик о наушниках. Наушники. Все. Создал. Больше ни хрена не... Ну, я смотрю, естественно, куда я хочу. В распаковку, там, вот в ту папку, в которой все. Создал новый проект. Ну, так вот работают адобовские продукты, в основном так любят работать. Дальше. Как я сюда переношу? Я там никакие не создаю, там, открыть, шмакрыть. Хрен. Вот просто беру тупо в папку, иду, нахожу свой вот этот каличный ролик, который перевернулся, падла. Открываю его. И вот тупо сюда вот его переношу, вот на таймлайн этого... Ну, вы поняли. Уже таймлайн премьера. Где качать премьер? Что качать премьер, ребята? Не спрашивайте. Идите, NNM клуб, например, торренты закачивать им. Дальше все понятно. Так. Вот оно получился. Сколько я тут не трахался, я смотрел эти ролики, глаза повылазили у меня на лоб. Ну, дальше алгоритм действия. Загрузили вот таким дроп, методом дропа, перенесли. Plug-in, дроп, там, все дела. Все, перенесли. Теперь что мы делаем? Вот если вы хотите такое меню, чтобы у вас было, да, просто при запуске премьера, если он там сбился, вы там что-то трогали, двигали, нажимаете там, по-моему, Ctrl-Alt-Delete и запускаете ярлык. Он там перезагрузится и установится как по дефолту, по умолчанию. Примерно будет вот такая вот хрень, если вы перенесете. Что мы дальше, что я дальше делаю? Я теперь иду, нажимаю такое слово секвенция, ну, там, в русском языке, не знаю, секвенция, сеттинг, то есть установки секвенции. Секвенция это, ну, как бы под кадр, который будет под тем кадром, который вот на экране, как я понимаю, так объясняют, умные люди объясняют. Здесь очень один принципиальный момент. Вот здесь нам он показывает, что он перевернул, вот он сделал frame size, то есть размер кадра. По горизонтали, ну, перепутал он нахрен. Поэтому нам надо поменять эти цифры наоборот. То есть здесь предписать 1920 разрешение, а в этом окне 1080. Это очень важно, и на это мало кто делает акцент. И второй очень важный момент, на котором я много раз подрывался. Надо поставить то количество кадров, которые в исходнике. Как проверить для особо одаренных, как проверить количество кадров. Когда вы снимаете и бросаете уже в компьютер свой, если вы не знаете, там, камеру свою, там, телефон, вы там, не знаете. Вот заходите уже в загруженный файл, свойства нажимаете, слово подробно нажимаете, до еще открытия всяких монтажных программ. Он вам тут тупо пишет, видео, частота кадров 30 кадров в секунду. Все, значит, ваш исходник в 30 кадров в секунду. Вот, понятно, да? Можно, конечно, сделать все попроще. Просто уже в самой монтажке нажать, нажать с property, с свойства, и там все посмотреть. Сейчас не будем дуть, в смысле, говорить об этом. Дальше, вот поэтому здесь надо выбрать именно 30 кадров в секунду. Это вот именно в секвенции, чтобы было тоже 30 кадров. Окей, как и все, больше я тут ни хрена не трогаю. Он нас спрашивает, вы там, здравый момент, чейнч, меняете? Да, меняем формат. Все. Вот, когда мы создали секвенцию, вот что получилось. Обратите внимание, появилось черное поле. Размеры будущего видео. Вот теперь пример начинает работать. Ну, в смысле, не пример работает, но работает, например, считает. Вот, теперь мы идем в видеоэффекты. Шаг третий. Там какой, да? Видеоэффектов, видеоэффекты. Вот те, кто как бы объясняют, я так и не понял, что они так говорят. Ну, хрен с ним. Я просто тупо пишу, здесь мне надо найти такой эффект 3D. Вечно там спрятан. Вот я напишу, тут русский, сейчас мы его изменим. Так, 3D. Ну вот. Он его находит, они находятся в видеоэффектах, они находятся в перспективах, в подкладке. И там вот Basic 3D. Хватаю его и тупо переношу в одно видео. Все, перенес. Открывается вкладка управлением контроля видеоэффектов. Вот эту всю хрень я раньше крутил, так как там буржуины объясняли, и наши молчаливые товарищи под музыку. Все это херня. Беру просто, называю слово Motion, то есть движение, да. И Rotation вкладка меня интересует. Можно ее открыть. Ну, нам она, в принципе, открыть ей не нужно. Вот если у вас сняла камера, как у меня. Вы просто здесь ставите, ну, в зависимости от того, как вы снимали. Плюс 90 градусов или минус. Допустим, я знаю, что мне надо минус 90 градусов. Все, написал минус 90. Enter. Аллилуйя. Все. Теперь, следующий, последний шаг, который я тут делаю. Я просто нажимаю сочетанием клавиш Ctrl-M. Ctrl-Maria. Ну, с английской раскладкой. После того, как Ctrl-M я нажал, что он мне тут... А, ну, понятно. Вот, Ctrl-M. Просто, что мне надо выделить, это поле, наверное, вот так ругается. Вот, все, да. Ну, то есть, выделить поле видео. Вот, Ctrl-M я нажал. Вот, единственное, что я здесь проверяю. Куда он будет эту папку гнать. Тоже, ну, это почему Premiere Pro я не очень люблю, потому что он долбанутый. Output Name. Ну, вот, Output Name надо, как бы, пологично написать имя, которое выхода будет, да. А в Output Name он просит папку выхода. Ну, короче, хрен с ним. И мы указываем путь, куда мы хотим вот эту вот уже преобразованную видео спулить. Он нам пишет приблизительно, сколько метров будет наш файл. Кстати, он всегда будет меньше, чем исходник, если о телефоне речь идет. Ну, в данном случае мы по 4. И нажимаем слово «Экспорт». Все, идем гулять, курить, там, не знаю, пить чай. В зависимости от длины. После того, как это все произошло, сейчас просто это экспортировать не собираюсь, потому что, ну, оно мне нафиг не нужно, оно мне уже экспортировано. Я получаю нормальный, нет, не сохранять. Я получаю уже нормальный исходник, не вот этот вот долбанутый на голову, да, а тот исходник, который у меня экспортировался из Premiere. Все, после того, как мы его преобразовали, с Premiere Pro, теперь открываем наш Vegas. И наш великолепный видеофайл, который в Vegas топором не вырубишь, уверен, убежден в том, что он уже будет у нас с вами. Где он тут, допустим, вот сюда мы его направляли, вот мы его бросаем. И Аллилуйя! Все, мы получаем с вами материал, который можно монтировать, работать. Всем пока-пока, спасибо за просмотр, до новых встреч, господа. Бай-бай.